Я приветствую тебя на канале Муравьиного Льва, царя всех зверей Эльфингорда Гублингордовича. И сегодня мы будем перезапускать фармикарий с муравьями Мессерструктор внутри. Именно так я планировал сделать вступление для моего следующего ролика, в котором, как уже, наверное, многие догадались, я хотел перезапускать фармикарий с муравьями внутри. Сегодня вы узнаете, чем это кончилось для муравьев. Ну и первоначально, я думаю, стоит сказать вообще, зачем я занялся этим делом. Дело в том, что муравьи вида Мессерструктор живут у меня в акриловом фармикарии. Многие мирмикипры говорят, что акриловые фармикарии плохо приспособлены для жизни муравьев. Первоначально все шло хорошо. Я откармливал колонию белком, она стремительно росла. Что мы можем наблюдать сейчас? За два года развития колония представляет собой горстку муравьев. Я начал думать об решении этой проблемы и отложил ее, в общем-то, в долгий ящик. Но все изменил один случай. Я забыл увлажнить фармикарий, и некоторые муравьи поумирали. Это сподвигло меня на, так сказать, быстрое принятие решений, и я решил перезапустить фармик. Сейчас вы можете наблюдать, как я аккуратно снял акриловую пластину, которая отвечала за губочное увлажнение в фармикарии. Естественно, я перекрыл все хода муравьям, и они остались изолированы от арены и от того отсека, где я сейчас работаю. Довольно нехитроумными способами я убрал песок из камеры. Осталось их помыть от остатков жизнедеятельности муравьев. И тогда можно приступать к делу. Но пока я безуспешно пытаюсь хоть как-то вычистить эти камеры, расскажу вам, в общем-то, как я планирую сделать систему увлажнения. План был полностью залить бывший губочно-увлажнительный отсек. Для наилучшего удержания и распределения влаги также нужно было залить тоненьким слоем хотя бы одну камеру, которая расположена ближе всего к увлажнительному отверстию. Ну и как уже можно было догадаться, сделать это у меня не получится. А потому что конструкция фармикария настолько дурацкая, если честно, я не знаю, кто ее придумывал и чем они руководствовались, когда это делали. Я бы никогда такое в жизни не смог сделать. Вот. Возможно, конечно, этот фармик не рассчитан для того, чтобы его перезапускать. Но! Он без гипсовой системы увлажнения. Ну неужели создатель не знал, типа, что муравьи долго жить в нем не смогут? Или это и было рассчитано для того, чтобы угробить муравьев? Короче, то, что я делаю сейчас на камере, не заслуживает никакого общего доверия. И делаю это на свой страх и риск. Поэтому просьба не повторять увиденное ни в коем случае. В общем-то, я мог вообще не делать этот ролик, раз у меня ничего не получилось, естественно, я ролик мог не выпускать. Но! Я решил его снять для того, чтобы предупредить, если вдруг у кого-то возникнет вот такая вот идея, и им кажется, что у них все получится. Ну, ребята, лучше, лучше не стоит, лучше не надо рисковать, потому что кончиться это может очень-очень плачевно. Как я не пытался улучшить ситуацию, она становилась только хуже. И, да, любителям поныть в комментах, какие муравьи бедные и как я все делаю неправильно, ну, я прошу не смотреть этот ролик, да. Мда. Может, надо было раньше предупредить. Так что мораль такова. Никогда не перезапускайте формики с муравьями внутри. Каким бы вы суперчеловеком не были, и даже если вы думаете, что идеально все зальете, и гипс классно будет в формике лежать, короче, нет, это все не то. Такого вряд ли прокатит. По крайней мере, лучше не рисковать, если вы не хотите потом переселять муравьев из формика, разбирать формик, чистить формик и так далее. Ну, а с муравьями все хорошо, так что не беспокойтесь. Пока что я не знаю, куда их переселить из временного, так сказать, жилища. Скорее всего, я сделаю им либо самодельный формик, либо что-то типа того. Потому что в это акриловое чудовище я муравьев переселять не хочу. Я его, возможно, перезапущу полностью, я его уже почистил. Я залью туда гипс аккуратно, без муравьев внутри. Ну и тогда посмотрю, кого заселять в акриловое формикарии. А для жнецов, скорее всего, сделаю самодельное. Но это не точно. Я надеюсь, вы мораль басни усвоили, так сказать. И вам никогда в голову не придет вот такой вот прикол. Ну а теперь я кратко расскажу об контенте на канале. Дело в том, что я хотел на Новый год сделать ролик такой длинный, где я все по полочкам разложу. Но мне стало лень и времени было мало, поэтому расскажу немножечко сейчас. Дело в том, что у меня крайне мало времени. Да, у меня мало времени. У меня нет времени. И поэтому ролики выходят так редко. Но я не собираюсь пока ничего бросать. По крайней мере, в ближайшем будущем. Попытаюсь рано или поздно творить вот такой вот контент. Может он будет не всем нравиться. Допустим, как ролик с снежной фабрикой. Кто смотрел и кому понравилось, ставь лайк. Я знаю, что киперы не любят, когда на муравьиных каналах люди снимают о какой-то другой тематике, кроме муравьев. Но что поделать? Что поделать? На эту тему можно рассуждать много, но зачем не тянуть время? Короче, если вам нужны какие-то новости, то залезайте в группу ВВК нашу. Ссылочка будет в описании, как всегда. Вот, там будут какие-либо новости о предстоящих роликах, да или просто мемасы. Вот, я уже много раз говорил. Ну а на этом видос подошел к концу. И если мой контент вам по душе, я думаю, вы прекрасно сами знаете, что делать. Всем удачи и пока. Да, да, алло, 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 да. Ты куда звонишь? Тебе звонил. Кому тебе? Кому тебе? Тебе.